Всем привет! Решил записать небольшой видеоотчет, видеодневник по стопам прошедшего стрима, который прошел недавно, ну как недавно, уже больше двух недель назад, но не важно. На котором, в общем-то, я распаковал и пытался проверить вот эту вот замечательную железку под названием Ampex TBC7. Я так долго распинался о том, что три года ждал и искал в продаже эту вещь, что, в общем, забыл даже сказать, а, собственно, для чего она нужна. Да, она нужна, в общем-то, для аппарата формата C, дюймовой видеоленты. Если не глубоко углубляться в принцип ее работы, то она, в общем-то, делает достаточно простую вещь. Она корректирует все фазовые, временные искажения, которые возникают из-за неидеальности работы механизмов. И без этого аппарата, в общем-то, полноценное воспроизведение на дюймовых видоках формата C попросту невозможно. Причина в этом достаточно простая. Если мы посмотрим внимательно на барабаны в этих аппаратах, то заметим, что они имеют достаточно большой диаметр. И благодаря этому длина штриха, оборачиваемая, в ходе движения головки по всему радиусу этого барабана составляет почти полметра. В то время как в видоках более известных и понятных нам форматов, типа того же VHS, она в разы меньше. Из-за того, что длина штриха довольно высокая, соответственно, флуктуации и нелинейность при воспроизведении ленты начинают уже быть достаточно существенными, особенно когда мы ведем речь о эфирном вещании, где высокая стабильность сигнала является достаточно важной и критичной характеристикой. Ну и это все не говоря о том, что без этих таймбейс-корректоров с данных видеомонитофонов в принципе невозможно будет воспроизвести нормальный цвет в системе PAL или NTSC. Таким образом мы приходим к тому, что, в общем-то, данная железка критически нужна для дюймовых видоков. Ну и, собственно, брал я ее именно что для Ampex VPR-6, для которого она в первую очередь и предназначалась. Но, как вы помните, опять же, по стриму VPR-6 у нас решил отъехать немножечко в мир иной. Это нормально для американской техники, тем более, которая побывала в венецианских потопах. К сожалению, аппарат уже не первый раз выходит из строя во время своей работы, и я его неоднократно чинил. Но, к сожалению, проверить на стриме мы тогда из-за этого, собственно, этой TB-системы не смогли. Также мы не смогли его проверить и с другими видоками, просто потому что особенность данных таймбейс-корректоров заключается в том, что они умеют работать только с определенным сигналом. Сигналом, который имеет опорную синхронизацию с неким идеальным эталонным источником, с которым синхронизирован и видеомагнитофон, и таймбейс-корректор одновременно. И если мы попытаемся скорректировать, собственно, этим таймбейс-корректором сигнал с видока, который не синхронизирован никак, то получается ровно то, что получилось на стриме, а именно пляжущая картинка, непонятки с горизонтальной, вертикальной синхронизацией, и, в общем, ничего путного из этого не выходит. Тогда в чате предложили, собственно, поэкспериментировать и подключить этот аппарат к BVH 2180PS, но на стриме я сказал, что я не смогу это сделать оперативно, поскольку нужно его вытаскивать из этой ниши и сзади переключать тумблеры в внутренней плате, которую нужно предварительно будет скрутить. Я это все сделал за кадром, но даже если бы я это сделал прямо на стриме, у нас бы все равно ничего не получилось, потому что во время моих опытов вскрылось несколько достаточно значительных нюансов, о которых я как раз-таки чуть позже расскажу. Так, ну и давайте, собственно, недолго тамя проверим, что у меня получилось. Включаем этот аппарат. Ну да, немножко пришлось подклеивать данное чудо. Я подклеил, честно говоря, довольно плохо, надо будет расклеивать и переклеивать нормально. Возможно, даже спаивать, потому что это пластик, видимо, АБС. Вот. Далее включаем BVH. Так, ну и смотрим, что у нас получилось. То есть, как видим, да, сразу у нас достаточно интересно вниз спущен межкадровый интервал. Но, тем не менее, когда мы начинаем воспроизведение, картинка стоит, цвета адекватные. Ну и чтобы, собственно, показать, что, в общем-то, это аппарат именно с видеомагнитофона показывает, как раз-таки на стоп-кадрах видны все проблемы, которые возникают. О них я расскажу чуть позже. Ну а сам факт, что картинку он выдает, она вполне адекватная, мы можем назад отмотать. Да, после какого-то скорости синхронизацию он теряет. Но, тем не менее, как только мы выходим в воспроизведение, картинка становится адекватной, никуда не прыгает, стоит как вкопанная. Видны, собственно, черточки. Ну а черточки возникают в силу того, что не подключен компенсатор упадений. С ним я еще буду разбираться. Почему-то с BVH он так вместе заработать не захотел. При этом все, в общем-то, достаточно адекватно показывает. Ладно, в общем, все это работает. Пойду смотаю ленту и расскажу немного о том, собственно, какая была ошибка совершена мной, из-за чего поначалу картинка с этого аппарата выглядела, ну, прямо совсем непрезентабельно. И, собственно, какие ошибки были совершены. И первая моя ошибка заключалась в том, что я забыл об одной очень любопытной особенности видеомагнитофонов формата С, а именно о том, что они являются полутораголовочными. То есть, исходно в них находятся две головки. Одна головка рисует практически все поле, кроме кадрового интервала. А полуторная, так называемая, головка, по факту вторая головка, рисует как раз-таки в промежутке, пока основная головка проходит между стойками, рисует как раз-таки невидимый нами межкадровый интервал. Но нами-то он не видим, а вот как раз-таки для техники он является достаточно критичным. И поэтому, если запись или аппарат этой полуторной головкой не обладает, то нормально скорректироваться этот сигнал не сможет, поскольку таймбейс-корректору критически нужно знать, где на воспроизводимом и корректируемом им сигнале находится, собственно, стык кадров. Так как исходно я экспериментировал с записью, в которой не была прописана полуторная головка, то и результаты у меня были достаточно грязные, поскольку видеомагнитофон путался в том, откуда начинать ему рисовать кадр, и из-за этого были сильнейшие флуктуации в первой верхней половине кадра, из-за этого прыгали и скакали цвета, и, в общем-то, картинка была абсолютно несмотребельная. После того, как я экспериментально, в общем-то, решил проверить свою теорию, я записал ту ленту, которую мы сейчас как раз-таки видели, записал ее в режиме полутораголовочной записи, и, в общем-то, вполне закономерно в полутораголовочном режиме все воспроизвелось. Ну, встает, естественно, хороший вопрос, а как же тогда аппараты читают, в общем-то, записи, в которых полуторная головка не участвовала? Да все просто, потому что достаточно быстро производители видоков поняли, что можно вполне себе восстанавливать электронным способом как раз-таки кадровый, условно говоря, заголовок, кадровый гостящий интервал при помощи, собственно, электроники. И как раз-таки все поздние, да можно сказать, даже и ранние тоже, начиная, условно говоря, с 1982 года, с 1981, все видоки это делать умели. Но делать они это умели как раз-таки вместе с таймбейс-корректорами. Но с таймбейс-корректорами, которые подключены не просто путем заведения общей внешней синхронизации, как я это сделал, а еще и подключение так называемого межблочного кабеля, интерконнект кейбла, TBC кейбла, их по-разному называли. Но суть в том, что этот кабель передавал данные стаходатчика, передавал данные о том, какая головка сейчас активна, передавал другие технические данные, как раз-таки, чтобы TBC знал точно, в какой момент ему нужно отрисовывать этот межкадровый интервал, в какой момент кадр, собственно, начинается, и как его, в конечном счете, отрисовывать целиком. Без этого интерконнект кабеля пытаться что-то воспроизвести на одноголовочных записях или на одноголовочных аппаратах, а и такие были, у меня в коллекции есть BVH-3100, последние вот как раз три цифры, сотые, означает, что у него полуторной головки нет, причем нет байдизайн, так сказать. Ну, ему она особо не нужна, у него таймбейс-корректор стройный, достаточно производительный, да и в целом, на самом деле, эта полуторная головка, она, по сути, атовизм с тех времен, когда требование к вещательным записям было в том, что записывается полный кадр, включая всю техническую информацию на ленту. Впоследствии понятно стало, что смысла в этом нет, место под пропись как раз-таки полуторной головки стала занимать четвертая дорожка, и поэтому от этой полуторной головки впозже отказались. Однако, повторюсь, если мы не подключаем интерконнект кабель к таймбейс-корректору, либо, как в нашем случае, подключить это невозможно, поскольку мы подключаем таймбейс-корректор фирмы Ampex к видеомагнитофону фирмы Sony, то все, на что может отпираться таймбейс-корректор, это как раз-таки на тот сигнал, который ему приходит по видеосигналу. И тут я совершил еще и вторую ошибку, поскольку я подключал исходно все, ориентируясь на то, как я помнил, подключаются видаки в случае отсутствия этого кабеля, а именно, синхронизацию видак берет не совсем эталонную, а синхронизацию он берет, так сказать, подогнанную предварительно таймбейс-корректором. У таймбейс-корректора сзади существует разъем под названием Advanced Sync. Что это такое? Для того, чтобы таймбейс-корректор мог корректировать сигнал не только назад по времени, но еще и вперед по времени, ему нужен видеосигнал, который будет несколько опережать синхросигнал, эталонный, с которым он синхронизирован. То есть он берет эталонный сигнал, чуть-чуть перемещает его назад по времени, картинка смещается чуть-чуть наверх, и после этого именно такой эталонный синхросигнал, смещенный назад по времени, выдает видаку в качестве опорного. видак, ни в чем не подозревая, начинает двигать его назад по времени, и, в общем-то, эту картинку со смещением вверх получает мбейс-корректор, получает, собственно, нужное ему окно коррекции, и, собственно, смещает картинку обратно в нужную позицию, имея как раз-таки возможность чуть-чуть корректировать ее либо назад по времени, либо вперед на времени. Ну, собственно, так окно коррекции и достигается. Но я забыл об одной особенности. Опять же, именно у магнитофонов формата С существует так называемый H-Lock серво, который фактически уже подразумевает, что картинка у нас сырая, должна выдаваться с некоторым опережением относительно эталонного синхросигнала. То есть, видак сам задержку назад делает сигнала, и ему дополнительный Advanced Sync не нужен. А я делал именно как раз-таки Advanced Sync, подключал в виде эталонного сигнала. Таким образом, серво-система видака начинала бороться с серво-системой таймбейс-корректора, и картинку епистосила только в путь. Как только я вернул, так как и было указано в инструкции, ребята, читайте инструкцию, как только я вернул, так как было указано в инструкции, эталонный сигнал, и подал его именно сразу и на видак, и на таймбейс-корректор, все стало работать как и положено. Подробнее о работе корректора временных искажений я рассказывал в ролике на основном канале. К сожалению, этот ролик сейчас недоступен из территории РФ и Белоруссии, поскольку содержит музыку Modern Talking, которую я не могу оттуда вырезать, поскольку это тут же уничтожает просто половину смысловой нагрузки этого ролика. Поэтому вынужден дать на него ссылку, но с пониманием, что вы его сможете посмотреть только через VPN. Там я вкратце рассказал о том, чем отличаются Direct Color и Color Under магнитофоны, и что для первых нужен именно специальный корректор временных искажений. Ну и что, собственно, получается у нас по итогу. Таймбейс-корректор, в общем и целом, работает. К нему еще есть целый ряд определенных вопросов, но связаны они в первую очередь с тем, что нужно спаять или купить интерконект кабель. Это уже, собственно, в процессе, и скоро этот кабель до меня доедет. После чего я, собственно, попробую его связать с видеомагнитофоном, для которого он и приобретался. Ну и, собственно, сам VIP-R6 надо бы также починить, потому что видеомагнитофон на стриме, как я и говорил, работать перестал корректно. Из всего, что я вижу, скорее всего, отвалился канал синхродорожки или просто трекинг-механизм, потому что если вручную зафиксировать переменные воспроизведения на скорости 1х, то оно работает, пока, собственно, дорожка не начинает съезжать. И, в общем и целом, больше проблем-то с ним особо и нет. Но, опять же, чтобы понять, где оно отхлебнуло, надо аппараты разобрать, потыкать осциллографом. И, в общем, надеюсь, с этой проблемой я по итогу разберусь. После того, как, в общем-то, кабель будет у меня и аппарат заработает, я думаю, можно будет записать еще один видеоотчет и как раз рассказать, как все это работает. Но и даже после этого, скорее всего, придется настраивать и аппарат, и таймбейс-корректор, чтобы они как раз-таки корректно друг друга видели, потому что окно коррекции зависит от числа строк, которые могут храниться в памяти таймбейс-корректора. И этих вариантов было достаточно много. И 8, и 16, и 24 строки. По-моему, у нас сейчас таймбейс-корректор именно на 24 строки. Плюс, опять же, нужно отстроить все цветовые поднесущие, все фронты и прочие тонкости для того, чтобы сигнал был максимально правильным и адекватным для последующей оцифровки. Ну, собственно, для чего аппарат и подготавливается, чтобы как раз-таки цифровать все наши несметные архивы на дюймовой ленте, потому что делать это только на BVH немножко жалко, поскольку головка не вечная. Рано или поздно она закончится, хочется немножко продлить ее жизнь. Ну и в качестве небольшого тизера покажу мое недавнее приобретение. Спасибо пользователям дискорда, которые дали ссылку на этот аппарат. Это очень интересный видеомагнитофон в моем любимом, собственно, тоже дюймовом формате. Но не том, в котором только что были продемонстрированы видеомагнитофоны. Этот формат вообще достаточно обособленный от них всех. Но подробнее о нем я расскажу на ближайшем стриме, на котором мы его посмотрим, попытаемся, чем черт не шутит, воспроизвести. И, в общем, попробую о нем рассказать на стриме поподробнее. За всем все. Спасибо, что вы слушали эту небольшую лекцию капитана. А я удаляюсь на монтаж данного ролика. Надеюсь, я выживу. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!